Соловецкая школа не юнг, а юнгов. Именно так называется музей при 174-й Самарской школе. По словам его руководителя Евгения Шеремеева, именно так было написано на бескозырках моряков 40-х годов. Такое же название встречается и в документах того периода. Формулировка «Соловецкая школа юнг» появилась уже после реформы русского языка 50-х годов. Музей при 174-й школе стал победителем всероссийского конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны в Самарской области». Для музея это, естественно, большой успех, потому что мы были победителями всероссийского конкурса лауреатами в 2004-2005 годах. То есть, вы сами видите, прошло уже 15 лет. И, соответственно, музей выходит на новый этап возрождения. Для этого руководством школам и активом школьного музея проделана достаточно большая работа. В этом году мы создали документальный фильм «Аллея Соловецких юнг» в Самаре. Открыли архивный фонд. Никита Гулынин активно работает над созданием архива школьного музея уже 4 года. Победу в конкурсе, считает, принесло то, что им в этом году удалось отыскать юнгу первого набора – Владимира Ивановича Леонова. После смерти жены он уехал из Самары к дочери в Ханты-Мансийский автономный округ. И его следы затерялись. В одной из федеральных газет сотрудники музея опубликовали список из 30 имен людей, чьи судьбы хотели бы восстановить, после чего им позвонила дочь Леонова. Из 700 выпускников школы «Соловецких юнг» в живых осталось только шестеро. Интерес к их судьбам и привел ребят в Москву, где прошел завершающий этап конкурса. От поездки впечатления действительно потрясающие. То есть все было организовано на высшем уровне, насыщенная программа, торжественные награждения. Очень рады, что смогли выиграть. От Самарской области в конкурсе участвовало 68 учебных заведений. Лучшим сельским музеем стал музей при школе Алексеевского района, а лучшим городским при 174-й школе Самары. Оба они получили гранты в размере полумиллиона на развитие. Для любого школьного музея очень важна та же материальная поддержка, моральная поддержка для развития школьных музеев, для патриотического воспитания нашей молодежи. Развитие школьных музеев, оно очень важно для нашего региона, важно для учебных заведений, важно для не только города и сельских поселений, но и для всех жителей. По словам директора музея, средства пойдут на модернизацию помещения. В музее появятся комфортные рабочие места с компьютерами. Будет создан мультимедийный интерактивный центр, в котором дети смогут работать с оцифрованными документами и обмениваться полученной информацией с коллегами из других регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска, Нижнего Новгорода и Мурманска. Виктория Шарая, События.